В завершении выпуска продолжается девятый автопробег Союза журналистов Подмосковья. В этот раз он посвящен Году экологии. Называется «Подмосковье-заповедное». Принимает участие в автопробеге и съемочная группа телеканала ЛРТ. Доброе утро! Второй день автопробега путешественники встретили в подмосковном Королеве. Зеленый благоустроенный город гостеприимно принял их. Одна из местных крупных компаний, занимающаяся озеленением улиц и ландшафтным дизайном, создает необычные зеленые скульптуры, яркие клумбы и цветочные насаждения по всему городу. Вы знаете, мы в прошлом году решили, что называется, ломать стереотипы. Город космонавтики. И все привыкли к тому, что, наверное, в городе Королеве должны быть одни ракеты, спутники и так далее. В прошлом году мы сделали композицию по сказкам Пушкина. Дальше больше цветами и зелеными скульптурами коллектив компании оформил мемориал «Слава в городе». Бульварную зону проспекта Королева, скверы в Центральном парке. Жителям это пришлось по вкусу. У нас очень красивый город, много-много разных насаждений. На проспекте Королева сделали великолепную золотую рыбку, великолепный сказочный городок, сказка про Бабу-Ягу. Великолепно дышится, свежий воздух. Насладившись свежим воздухом и яркой зеленью, команда путешественников ЛРТ отправилась в поселок Свердловский в Щелковском районе. Там их ждали представители местной компании-застройщика. Создавать районы, которые она будет обслуживать сама. Вот цель этой компании. Журналистам показали новые очистные сооружения и рассказали, как они работают. Третий день съемочной группы ЛРТ начался на природе с экскурсии на теплоходе по Аке. Аку называют одной из самых русских рек, Тришмин назвал Аку, самой русской рекой. Любое с нетронутой русской природой. Вдыхая свежий воздух, журналисты говорили о необходимости сохранения этого богатства в первозданном виде. Нужно формировать иную культуру отношения человека к природе. Вы помните, в истории как было, что это мастерская, что человек проходит как хозяин, что он должен не дожидаться, когда природа принесет какие-то плоды. Сегодня другая философия. Мы живем на земле, где ресурсы ограничены. И нужно очень аккуратно использовать то, что нам дано. Чистое Подмосковье! Следующей точкой автопробега стал Серпуховский владычный Введенский женский монастырь. Здесь находится чудотворная икона «Неупиваемая чаша», которая исцеляет от алкоголизма и никотиновой зависимости. Дальше журналисты направились на экскурсию в Серпуховский историко-художественный музей. Там их встречала сама Екатерина II. Она поделилась с гостями воспоминаниями. Пронесли огромные рыбы, осёдры, осёдры. Это было очень вкусно. Они знали, что я очень люблю рыбу. Нас принимали в доме почётного гражданина купца Кышкина. Василий Григорьевич отдал весь дворец нам для моей свиты. Этот музей сегодня – крупнейшая и богатейшая картинная галерея Подмосковья. Здесь собраны работы великолепных портретистов XVIII и второй половины XIX веков. Два дня пролетели как один для участников девятого автопробега Союза журналистов Подмосковья. Впереди у них четвёртый день, а значит новые интересные места и яркие репортажи. Мария Лапочева, Яна Яковлева, Дмитрий Розянко. Телеканал ЛРТ.